В амбициозном арт-проекте задействованы без привлечения общей сложности 1800 дисплеев и электронных рекламных счетов во всех районах мегаполиса. Симбиоз наглядной агитации и искусство. Самые внушительные визуальные пособия на Таймсквер. Цель этой масштабной кампании, охватившей весь мегаполис, разумеется, не только в том, чтобы информировать о том, как вести себя в условиях пандемии. Об этом, в принципе, многие и так знают. Нью-Йорк таким образом говорит спасибо всем, кто находится на передовой линии фронта борьбы с эпидемией. В любви на этих мониторах Нью-Йорк признается врачам, полицейским, пожарным. Призыв ко всем держаться и не падать духом. Не все герои непременно в геройских накидках, гласит этот билборд в самом центре Манхэттена. Оригинальный проект совместное детище компании Таймсквер Артс и музея Домпостеров. Мы думали о нашем проекте в первую очередь, как разновидности социальной рекламы. Мы надеялись, что проект принесет пользу обществу советами и конкретными рекомендациями, как себя нужно вести. С другой стороны, мы хотели выразить поддержку и делать это в каких-то случаях с юмором и с легкостью, делать это красиво, дать понять, что в этой ситуации мы все вместе. Авторы проекта говорят, что на его реализацию не потратили ни цента. За право размещать работы дизайнеров на своих мониторах рекламодатели денег не берут. Более того, охотно подключаются к акции. У нас было понимание того, что улицы Таймсквер не совсем пусты. Там есть люди, службы правопорядка, работники санитарных служб и даже обычные прохожие. На самом деле, в течение дня это тысячи человек. По некоторым подсчетам, до 30 тысяч. Мы также пришли к пониманию того, что Таймсквер становится символом того, как изменилась жизнь в Нью-Йорке сейчас. И поэтому ее постоянно показывают в различных медиа. И за счет этого у нас есть возможность обратиться к более широкой аудитории за пределами Нью-Йорка. В проекте на сегодняшний день участвуют более 20 дизайнеров. Но желающих внести свою лепту в эту компанию с каждым днем все больше. Самореализовываться можно без ограничений, словом или образом. Мы хотели внести свой вклад в общее дело, помочь как-то Нью-Йорку. Но знаете, что интересно? Несмотря на то, что мы дали художникам полную свободу, их визуальные решения во многом перекликались или были похожи. Их объединял позитивный мотив и посыл, а также призыв к стойкости в этой ситуации. Работы участвующих в компании художников-дизайнеров можно увидеть не только на уличных рекламных мониторах, но также в тоннелях и даже на экранах обычных киосков. Слова благодарности и поддержки, но также обязательно полезные советы. Станции Wi-Fi, так называемые Wi-Fi Towers по всему городу, также выполняют сейчас функцию наглядных пособий по поведению в условиях эпидемии. Призы выдержать дистанцию и мыть руки, но кроме этого очень много полезной информации о том, как реагировать на различные ситуации и куда при этом можно позвонить. У масштабной социальной рекламной акции с настоящим арт-размахом ограничительных сроков официально нет. В Нью-Йорке и всех его районах она будет продолжаться до тех пор, пока не прекратится эпидемия. Евгений Маслов, Майкл Эклс. Настоящее время. Нью-Йорк.